Так, первый блинчик у меня вот такой, смотри. Зашли мы в малышковую раздевалку. Пойду посмотрю сейчас, что делает малой, аккуратненько. А сейчас я еле вырвалась с парковки. А кто это так высоко забрался? Ля, у тебя костюм как у меня прям похожий, да? Ты что говорила, да. Зашли в котофей, девочки. Привет, мои хорошие, начинаю новый влог. Итак, сегодня начинаю день с того, что день. Ну да, до этого я пила кофе, тупила, там Денька игрался, там все такое, там по мелочи, да? И в общем-то собираемся выйти из дома. Сейчас время... Да ё-моё, я не успеваю опять. Да что ж такое опять спешить? Ну ладно, если не успеем, то Денька просто в бассейне плавает. В общем, собираемся мы в наш фитнес-клуб. Я уже, я не знаю, девчонки, у меня огромнейшая просто сумка. И Дэнин рюкзак, куча теплых вещей, потому что помимо того, что там холодно выходить из бассейна, да, вообще ходить по коридорам холодно, чтобы не заболеть, помимо того, там еще и заниматься холодно. Вот последний раз я занималась стретчингом, я замерзла жуть как. И я поняла, что нужна обязательно теплая кофта, то есть просто в майке там не походишь, очень холодно. Я взяла и Дэнки, джинсовку с собой себе взяла, кофту вот так вот, да, теплую. И помимо этого мой теплый халат, его халат, по две сменки, значит, у нас в бассейн шлепки и кроссовки там, короче, ходить. В общем, кучу всего набрали. В общем, идем, я все-таки пытаюсь, мне так и никто не позвонил, ничего не сказал, но все-таки, я уже смотрела альтернативы какие-то фитнес-клубам, да, опять про фитнес-клуб надоело уже. Я понимаю, но это сейчас составляет важную часть моей жизни, не могу не поделиться. Я все-таки, Борис, вот кто-то говорит, ну раз не нравится, поменяйте. Не все так просто, девочки. Мне нравится распоряжение территориальное, плюс еще мы к логопеду записались, там он прям на территории принимает. И, конечно, было бы удобно все это в одном месте и вот так вот самое близкое к дому, да. Поэтому я до конца борюсь, я уже даже мирюсь с некоторыми несовершенствами, которые там. Я уже отказываюсь сама от души, от сауны, хотя там душ и сауна оставляют желать лучшего, в принципе, ничего не потеряю. Но как бы переодеваюсь я в детской буду теперь раздевалки. Сейчас вот попробую, кстати, дадут ли они мне туда, чтобы я там переодевалась, чтобы там все вещи наши были, да. И вот как-то, короче, совсем по-другому я сейчас буду смотреть на этот клуб и, в общем, выживать там, чтобы более-менее мне было комфортно. В общем, поделюсь сегодня, как будет. Сейчас тренировка должна быть у меня. Деньку, думаю, отправлю, доплачу дополнительные деньги, чтобы там с ним порисовали, что-то поделали, а потом в бассейн вместе мерзнуть. Либо он сам в бассейн, потому что в детском бассейне там, конечно, вода потеплее, она прям такая горячеватая, а в большом бассейне там прям холодно. В общем, ну зато закаляться, да, везде можно свой плюс найти. В общем, беру вас с собой, пойдемте. Так, выкинули мусор, дошли до машины, погода отличная. Есть небольшой ветерок, но он теплый, девочки. Ветер, если он теплый, он тоже неплохой. 15 минут. А, каких 15? На моих уже половина, если на... А, нет, я же эти подвела, чтобы они спешили. Все, я же подвела внутренние часы свои. Короче, 15 минут. Сейчас посмотрим, успею я доехать или нет. Ну, если что, я не на начало тренировки пойду. Я поняла теперь это, то у меня кор... В основном выходит все кор-стретч. Это значит, что мы занимаемся силовыми тренировками на вот эти мышцы живота, вот, а потом растягиваемся. Ну, в принципе, неплохо. У меня это проблемное место, и если я попадаю только на эти тренировки, ничего страшного. По выходным могу попадать на какие-то другие. Вот. Ну, а тренировки Дэнни, естественно, они уже будут поздно, и мы, наверное, их ждать даже и не будем. Буду брать дополнительные занятия. Вот, короче, поделюсь, что к чему. Полная просто сумка всего, халат один, его рюкзак полный, сменка, вот все. Вот это вот все мы берем с собой. И вот еще сумка. Так, смотрите, зашли мы в малышковую раздевалку. Вот такая малышковая раздевалка. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырнадцать. Как я и говорила, четырнадцать ящиков. И вот такая шурмочка есть, где я планирую переодеваться. Я взяла, в общем, один ключик от одного ящика. И сейчас мы здесь... Посмотрите, сколько вещей. У меня полностью набитая сумка. Денькин, полностью набитый рюкзак. Сейчас будем располагаться как-то. Вот как выглядит. Чтобы вы понимали, да? Супер вообще. Ну ладно. Ну что делать? Так, переодеваемся. Ну что, мои крошечки. Занималась сейчас. Опоздала, правда, на пятнадцать минут. Ну ничего, и стрейч, и даже еще часть пресса успела покачать. Мне не звонили. Пока Денька хорошо зашел в детскую. Отлично. Кстати, смотрите. Занимаюсь в кроссовочках, которые мне Люси дарила на день рождения. Прошлые. Нет, позапрошлые. Прошлые или позапрошлые, не помню. Короче, Люси смотришь, если смотри. Они очень удобные, классные. Пойду посмотрю сейчас, что делает Малой аккуратненько. Может быть, на эллипсе минут десять-пятнадцать покручу педали. Так, мы с Денькой пришли в кафе, потому что я очень голодная. И Деньке заодно дам тоже сырники. Короче, взяла две порции сырников. Сейчас поедим. Хотя перед бассейном нельзя. Но мы сейчас поедим. Потом я зайду в этот отдел продаж. Еще раз поинтересуюсь, что как вообще. С душем. Сейчас зашла во все души. В мужской. В девчачьи, в мальчачьи. Ну, там, короче, через всю раздевалку надо пройти, чтобы к душу, короче. А если там кто-то будет раздетой, будут смущаться, в общем-то, я думаю. А вот. Хотя у девчачьи можно. Он все-таки маленький еще. Вот прям к девочкам можно. Не к женщинам, а к девочкам. Чтобы, как вы говорите, психологической травмы не было. У девочек там все еще девчачьи. А вот. Все, нам принесли сырники. Вот. Нам сгущенка с тобой напополам. А то ее много в прошлый раз было. Ты по шоколаду решил пройтись? Короче, кушаем и идем в ладь. Ну что, вот мы зачеплились как следует. Идем в бассейн уже. Фух, крошки мои. Вышли мы сегодня, да? Вот интересно, квест, как сегодня мы провели день в этом фитнес-клубе. Ну и сегодня я вам скажу неплохо. Во-первых, сегодня было в коридорах не так холодно, как обычно. А на улице плюсовая температура. Все тает. И, наверное, это сказывается на том, какая температура в помещении. Но, тем не менее, халаты спасли. Мой так халат так вообще просто адский. Он у меня полсумку занимает. В плане он такой прям теплый-теплый. У Дэньки другой халат, но ему, в принципе, было тепло. По ощущению я смотрела, что все нормально. В общем, нормально мы наплавались. Но сегодня, получается, он поиграл. Я купила вот этот вот разовый творческая студия. 300 рублей стоит. И они там лепят, какую-нибудь подделку делают. И потом ее домой можно забрать. В итоге он сказал, я буду, а потом заигрался с детками и не захотел. В общем, она мне отдала чек и говорит, в следующий раз, ну, может, деток не будет там, да, или будет, наоборот, много. Может, он захочет. Сейчас, Кисе, я договорю, ладно? Вот. И это говорит, в следующий раз можете использовать. Ну, чтоб не зря я выкинула 300 рублей, да, он ничего не захотел сделать. В общем, он заигрался с детками. Там было две девочки сегодня. И он прекрасно забежал и играл с ними. Все прекрасно. Даже не захотел творческой студией заниматься. Так что... Да. Кто говорит, что у меня там ребенок асоциальный, он у меня максимально социальный. Он, если видит детей, он безумно с ними сразу дружится, играется и не конфликтует. Просто детки разные бывают. Могут обидеть, могут оттолкнуть. Вот. И Денька, он может даже сдачи дать. Вот. А может и расстроиться. По-разному. Вот. Но в основном он всегда играет и всегда контактный. То есть я бы его не назвала социальным, что он там держится где-то и не идет на контакт. Он очень контактный. Очень нравится ему с детьми играть. В общем, потом я потренировалась, пришла за ним, мы пошли в бассейн. И 40 минут, девочки, 40 минут мы сразу... Кстати, в бассейне, в самом бассейне. Было теплее, чем в прошлый раз. И мы не пошли в детский, там реально горячо. Он не захотел там купаться. Он говорит, горячо мне. Я говорю, ну пошли в большой сразу бассейн. Нормальная была сегодня температура. Сегодня не так было холодно, как в прошлый раз. Опять же, наверное, это от температуры на улице зависит. И мы сегодня прям 40 минут с ним дали. Прям вот так, вот так вот плавали, плавали. У меня вообще все тело болит на самом деле. И Денька весь такой нырял сегодня. И с этими... В общем, нашла я там выходы в плане как там тренироваться. И вместе с ним, короче, плавали от одного конца к другому. И все, вылезли потом вопрос с душем. Ну, короче говоря, душа у нас не будет. Я зашла в другой... Я не стала разговаривать уже ничего. Ну, как бы меня никто не приглашал к разговору. Но я не стала уже долбить там всех. Я зашла просто в девчачий душ. Там сегодня... Ну, сегодня такое время выбрали. Никого не было. Просто пустой душ для девочек, да. Ну, душ, раздевалка, никого нет. Мы зашли туда. То есть там можно пока никого нет. В принципе, воспользоваться душем. Девочки, я включила этот душ. Мало того, что там сложно настроить воду. Там непонятный напор. Там знаете, какой душ? Он идет как типа водопадом должен быть. Ну, знаете, когда водопад застрял или еще что-то. И он вот так вот как-то. Вода вот так. Не напором, не душиком, да. А она вот как-то вот так вот. В разные стороны. Плюс ты не можешь настроить. То есть она горячая была. Потом я ее настроила, она вроде холодная. Короче, я постояла. И такая думаю, да нахрен. В общем, искупали, это, позанимались. В бассейне поплавали. И все. Пошли высушились и домой. Дома будем все купаться. Короче, ни душа, ни сауны у меня нет. Ну, в общем, я смирилась с этим. Ладно, хрен уже. Для меня целое дело, честно говоря. Возвращать, искать другой абонемент какой-то. В общем, будет так. Пусть будет так. И если, как сегодня мы позанимались. Я еще спросила, говорю, какое у вас самое время, когда меньше всего народа. Она говорит, ну вот как раз вот это. Три-четыре часа, там два-три-четыре. Я думаю, ну и буду ходить. И парковка здесь есть. И народу нету. И просто кайф. Просто надо выбрать время и все. А со всем остальным делом. Ну и ладно. Мы сильно не потеем. Мы не грязные после бассейна уж так. Ну, если куда-то мы соберемся, да, пойти там. Но заедем домой, приведемся в порядок. В общем, вот так вот. Буду знать. Но на следующий год, девочки, я буду искать другой зал. И я попробую обязательно. Схожу в гостевой. И я уже буду знать точно, на что мне нужно обращать внимание. Так что ходим пока. Хрен с ним. Если мне позвонят, в конце концов, спросят, что меня не устраивает, я, конечно, скажу. И попрошу, чтобы они что-нибудь придумали, да. Ну, если нет, то ну и ладно. Но советовать никому не буду. Кто будет спрашивать меня про этот фитнес-клуб, я сразу буду говорить все нюансы, которые там есть. И это все как и для взрослых, так и для детей работает, да. Душ, сауна, там, и многие другие моменты. Вот. Но сегодня я позанималась хорошо. И на этом спасибо. А сейчас я еле вырвалась с парковки. Там просто разъехаться люди не могут. Много народу. И кто-то паркуется, кто-то уезжает. Прям реально еле-еле выбралась. Думаю, блин, как хорошо, что я уезжу. Она не только приехала. Так что, блин, время надо вот это, да, запомнить. И, в принципе, в это время есть. Но я уже не ориентируюсь, девочки, на его тренировки. То есть мы не ходим на его тренировки. Я буду платить дополнительные деньги, чтобы он занимался творческой студией. Сейчас логопед еще, кстати, у нас консультация с логопедом будет. Он здесь занимается. Надеюсь, что тоже в такое время я буду выбирать, что пока она с ним занимается. Все. Потом она отведет его в комнату, если что. Я тренируюсь, да. Вот. Потому что если она будет вечером заниматься, конечно, она нам не подойдет. Надо, чтобы она вот в такое же время занималась. И прям даже хорошо вот так вот выезжать еще пораньше. Кстати, в общей сложности вот сейчас 15 минут 8. А выехала я из дома, ну, в 3 часа. В 3 часа. Было 15-15 как раз я была в машине. Ну, считаю, 15-15 и 19-15. Так, 15-16, 17-18, 19-19. В общем, ровно 4 часа вот на все про все. Вот полчаса первые это нам переодеться там то и сё. А потом вот это, конечно, собраться, посушиться. Мне кажется, час ушел на это все дело. Пока разгребла, вообще, наверное, халатик попробовать мне купить, наверное, такой вот, как у Деньки. Он просто прям маленький. Он прям складывается вот очень хорошо, удобно. И при этом он, ну, как бы достаточно, мне кажется, такой тепловатый. Попробовать надо. Ой, крошки мои. Так я сегодня хорошо позанималась. Я прям чувствую все свои мышцы. Прям вообще такая удовлетворенная. Хожу с Денькой прям вообще как мы молодцы. И 40 минут поплавать еще сверху прям просто в тонусе конкретном. И вот такая усталость мышц, как я люблю. Время сейчас без 15.2. Малыш уже давно спит. Я посмотрела, давай поженимся. Здесь делала дела все важные. Дома чистенько. Все сделано по работе. Единственное, что покушать хочу. Ну, что-нибудь перекусить. И включить какой-нибудь сериальчик, наверное. Надо найти что-нибудь новенькое, посмотреть. Короче, я люблю, когда так все складывается. Завтра суббота, выходной день. Мама приедет в воскресенье. В понедельник я записалась на биоревитализацию. Сейчас буду подгадывать, на какой день записаться мне на волосы. Чтобы подстричься для начала. А потом буду искать краску. Кстати, завтра... Завтра. Вот сегодня я вспомнила, что мне нужен фен. На самом деле я там заказала один фен. А что-то заставка там что-то так сложно все. В общем, приедет, ждем фен еще один. А так надо фен купить мне. Потому что у меня какой-то игрушечный, которым я пользуюсь сейчас. Мой сгорел, я его выкинула. И еще я хочу купить стационарный блендер. Ну, как знаете, такой кувшин. Туда кидаешь, все, что тебе нужно, включаешь. И он там вот так все перемалывает. Потому что я сейчас, когда делаю себе какие-то смузи. Ну, вот прям смузи делать, молочные коктейли. Какие-то такие вот еду, напитки. Конечно, удобно такое, чтобы он прям стоял. И вот сейчас бы закидала, закидала. Быстренько раз. И хуже какой-то менее шумный. Чтобы он прям меньше шумел. Потому что чаще всего такие штуки я хочу пить и есть ночью. Ну, почему-то я переживаю, что вот у меня, например, громко. Я сейчас не буду включать. Подумаю, что я тут сверлю. Короче, хочу какой-то максимально тихий приобрести. И вот завтра вроде Таня зовет меня. Она в гости должна была приехать, но у нее не получилось. Но вот завтра вроде она собирается в торговый центр. Зовет нас с Тэнькой вместе. Вот она как раз хочет в Ашан попасть. Магазин, который я не люблю. Не Ашан я не люблю, а просто продуктовые магазины не люблю. И когда мне говорят, мне надо в Ашан сходить. Я думаю, о боже, нет, все, вечер потерян. Ну, она бы в Ашан пошла, а я бы пошла в магазин. Повыбирала бы. У меня бонусы с телевизора остались. 50% скидка. Поэтому можно что-нибудь повыбирать себе. И саундбар посмотреть. В общем, завтра, наверное, шопинг будет. И завтра мы с вами вместе. Влог продолжается. А так я вообще сегодня такая счастливая, удовлетворенная. Чего вам всем желаю. И желаю спокойной ночи. Пока. Всем доброе утро, мои хорошие. Мы начинаем наше утро с блинчиков. Хочу наконец-таки приготовить вот эти мультизлаковые блины. Здесь мучная смесь. Мука, пшеница. Гречка, рожь, овес. Полба. Пломба, я хотела сказать. Ячмени, кукуруза. В общем, вот здесь всего лишь содержится сколько у нас? 500 грамм? Да? Нет, не 500 грамм. Сколько здесь у нас? Килограмм-грамм. В общем, к этому содержимому пакетика мы вливаем молока, добавляем одно яйцо. Все это перемешаю в блендере, что до однородной массы. И будем делать блины. Попробуем. А еще только что мне пришла доставочка. И я сейчас буду снимать видео, потому что здесь нужно в холодильник все убрать и заморозка есть. На моем втором канале будет отдельная распаковка. Я снимаю все доставки, распаковочки, что положили, не доложили, как что вообще. Так что на второй канал обязательно, если вас интересуют всякие такие покупочки, еды, одежды, все с шопингом там. Ну что, мои хорошие, все замешалось. Здесь, оказывается, все посахарено и посолено уже. Поэтому только одно яйцо добавила и столовую ложку, ну, две столовые там вроде написано, я одну столовую ложку добавила оливкового масла, а не растительного. А растительное уже вот сюда. Сейчас пожарим, посмотрим, что получится. Так, первый блинчик у меня вот такой, смотрите, там же, видимо, и сода, все заключено, потому что дырочки сразу такие появляются. Видимо, там все уже разрыхлитель, вот там, не знаю, или сода с уксусом покажет. Короче, у меня чуть-чуть к сковороде прилипает блин, да. Но в целом он вкусный. Сразу чувствуется, что другая мука используется здесь. Присутствует некоторая, знаете, еще чутка кислиночка, прям вот малость, как будто кефир, знаете, туда добавляли. Вот, ну и чувствую, я, конечно, и, я чувствую и овсяную где-то муку, и гречневую муку немного чувствую. Какая-то вот прям злаки, знаете. Но Денька ест, вон, я уже второй кусочек попросила у меня доедать, а это самое главное. И я, знаете, как делаю? Вот я сделала сейчас вот блинчик один, вот сейчас второй, сейчас третий сделаю блинчик. И, в принципе, ну, все. Все, я оставляю вот так, все это в холодильник ставлю. Утречком могу разбавить еще чуть-чуть молочком, потому что оно густеет. И делаю свежие блинчики утром. Так, ну что, мои хорошие, мы созвонились с Танюшей и решили поехать сегодня в Мегу. В общем-то, она пока там собирается, я вспомнила, что мне это все в порядок привезти, как я вот такая вот с несвежей головой поела в торговый центр. Забыла, такая уже планы строю, думаю, опа. Так что сейчас я приведу себя в порядок, искупаюсь и будем собираться. А кто это так высоко забрался, чтобы мама подсняла? Скажи, мам, подсними, как я высоко сижу, смотри, хожу по краю. Любит она вот сюда залезть, проконтролировать все, очень любит высокие места. Вообще ориенталы любят очень высоко забираться, видите, и вот ей мало, мало вот ей. Вот для чего нужна вот эта ее когтеточка. Кстати, ногти тощат исключительно только на когтеточке, больше нигде. Моя умничка, я тебя люблю. Вот, и любит забираться еще выше, ей бы еще выше, выше, и она бы там под потолком сидела бы с удовольствием. Я искупалась, Денька пока играет, и подбежала ко мне. Ну, что-то там убегают в прятки, то-се. Я говорю, сейчас я посушусь, мы поедем в торговый центр. Он такой, ура, в торговый центр. Я что-то задумалась о том, что я читала некоторые комментарии, и кто-то говорит, вот, типа, ребенок в садик не ходит, и типа дома одно и то же, как бы типа скукотища со мной время проводить. На самом деле, на самом деле у него очень насыщенно проходят дни. Мы редко сидим дома, на самом деле, то есть из недели, ну, может, мы два дня, это крайний случай, когда мы можем посидеть дома. В основном я такой человек, который не сидит дома и постоянно двигаюсь. То есть пять дней в неделю я реально двигаюсь, куда-то хожу. Либо мы поедем в торговый центр. А торговый центр, это не значит, что я тупо хожу по магазинам. Нет. Это там ему машинку, это там ему вкусняшки. Особенно я люблю ходить в торговый центр в горизонт, а там у нас кафе для детей, меню всякое интересное, детская комната, где он проводит время, любимая его еда там, да, какие-то развлекашечки, батутный центр рядом, то есть развивашечки там тоже. То есть, ну, бегает ребенок, играет, прыгает, то есть очень много энергии тратит и вкусно кушает, в принципе, да. Ну, детское меню, как бы там отлично готовят, вот куда мы ходим. Машинку я ему возьму, там, да, еще что-то. Ну, как бы, ну, и при этом там ходим по магазинам параллельно, там, еще что-то, да. Все это ему интересно, он смотрит, он смотрит, он все получает через все органы. Откружает. То есть, опять же, я не каждый день хожу в торговый центр, просто есть период, когда, допустим, приходит зарплата, да, и есть вот такой период, когда мы ходим по разным торговым центрам. Но в каждом торговом центре есть какие-то развлекушечки. Дэнь, дай я сниму, ну, перестань петь, мне тут подошел, фон озвучиваешь. Хорошо? Синьки, поедем. Вот, то мы в гости куда-то поедем, там тоже малыши какие-то, то мы на улице где-то гуляем, даже если мы в машине, там, да, поехали, там, туда поехали, там, в СДЭК, например, там какие-то рыбки он увидел. Ну, то есть, на самом деле, у него очень много восприятия, чего он получает. Мы везде там-сям ходим, гуляем. И поэтому он не просто скучно со мной проводит время. Он вообще после этого, когда мы выходим куда-нибудь, он потом очень крепко засыпает, потому что очень много всего он получил. Даже если он не прыгал целый день, там, да, просто со мной ездил. Там встретились, там съездились, там что-то увидел. Туда там где-то бежим, там где-то спешим, какие-то эмоции, общаемся по дороге. Ну, то есть, я вообще, вот, насколько наблюдаю, у него ни разу не скучная жизнь и не скучно ему со мной. Но в любом случае, садик скоро откроется, и я надеюсь, все будет хорошо, и будет он ходить. И, конечно, там всякие дополнительные. Я прям хочу максимально какие-то там будут дополнительные занятия, чтобы он ходил. Особенно на какие-то там единоборства, может быть, да, там, ну, посмотрим по возрасту, там, футбол и так далее. И когда это все в одном месте, будет просто супер-пупер. Помимо этого, он со мной сейчас ходит вот в этот фитнес-клуб, и там тоже. И с детками поиграть, и в бассейне поплавать, и тоже вкусно покушать. Жизнь у Денечки очень даже насыщенная, кто сомневается. Я заботюсь об этом. Я хочу Дене купить ботиночки, наверное, ну, какие-то высокие. Не сапоги прям теплые-теплые, потому что у нас зима не такая теплая, но какие-то кожаные. Кожаные, блин, я каждый раз себя ловлю на этом. И кожаную обувь берись, Елена, кожаную, чтобы ноги не пахли. Походит ребенок, вот реально, вот в синтетических этих сапогах, вечером приходят, ноги пахнут. Ну, откуда? Да? Рыбешка моя. Вот. Вот, и хочу еще купить ему спортивный костюм. Ну, вообще, мне там Заре один костюм понравился. Если там он есть еще, я бы его купила. И, может быть, там... Нет. А, ну, если там есть кожаная какая-то обувь, надо посмотреть. Ну, так, чтобы в стиле уже было все, да. А так, если нет, то пойдем в Котофей или куда-нибудь вот в эти магазины. Прям хочу кожаную нормальную обувь купить. А еще кроссовки ему нужны. Там тоже ходить, потому что все ему маленькое. Я не знаю, буквально вот мы ходили нормально, все было. Несколько месяцев прошло, у него все маленькое. У него и подъем выше стал как-то, и ширина ноги стала больше, и длина больше. Просто как-то очень быстро. Короче, надо ему кроссовки купить. Девочки, не могу не поделиться. Сейчас волосы помыла. Сейчас покажу, чем. Вот этим вот шампунем, который я брала в ленте, и вот этим вот бальзамом, который присылала мне со своего магазина Люси. Просто и больше ничего не делала. А, маслица еще, сейчас покажу. Вот, масло чай еще просто на кончики нанесла. Просто шик-блеск. У меня прям волосы, я вот пока их сушила, они прям рассыпаются, рассыпаются. Никаких спреев не делала сейчас. Вот это сочетание, то, что я вам показала, мне очень нравится. Сейчас проверю, как будет ли, через сколько будет отделяться. У меня вот здесь прядь впереди. По-моему, вот этот вот шампунь, он, по-моему, один из немногих, которые мне подходят. И вот мне отделяется эта прядь хотя бы два дня. У меня очень быстро ожирнеет кожа головы. Так, ну что, мои хорошие, сегодня мой лучок вот такой. Новая у меня джинсовая рубашечка. Увидите на втором канале, потом в распаковочке. И носочки, смотрите, как я одела. Носочки я одела выше как раз-таки вот этот рисунок. И кажется, что как будто у меня обувь выше и с вот таким рисунком. Прикольно смотрится. В общем, джинсовку давно себе хотела и прям вот рада, что такая классная. Мне нравится. Так, все, мы оделись. И Денька тоже. Как мама тебя приодела? Ой, красавчик какой. Вот обувь тебе только новую осталось купить. Натоптали уже чуть-чуть. Одеваемся? Да. Нравится мне сочетание. Вот это видите вообще цветов, все. И брюки, кстати, надо еще тоже вот такие новые какие-нибудь. Короче, пооткрывали в Меги вкусняшки всякие разные. Зашли в Икею, смотрите, сырники. Прям такие жирные, большие сырники. И смотрите, сколько всего сюда еще идет. Это стоит порция 129 рублей. А вот я в фитнес-клуб, кстати, хожу. Там 125, но там вот кусочек, вот тут стольчика сгущеночки дают и все. А здесь, гля, опа, и такое, и такое, еще полили. А я себе заказала вот какое-то интересное, кстати, мне его даже не грели, с креветками, бутерброды, с лимончиком. Буду пробовать, не знаю, картофель фриз. Ну, а Денька вон там возится. Все пришло горячее, поэтому надо, чтобы остывало. Ну, кроме бутеров. Короче, поела я эти штуки с креветками. Обалденные, реально. Креветки настоящие. Прям вот, прям круто сделали. Алло. Опять какой-то спам звонит. И что хотела сказать. А, сейчас пока фоткалась там по дороге, пока мы здесь сфоткались, смотрю на свои волосы. Как сегодня они клево лежат. И думаю, может не подстригаться. Короче, меня кидают в разные стороны. И я не знаю, что к вечеру будет. В общем, сейчас ждем Таню. Она подъехала. Мы уже вот тут доедаем. Таня, один сырник пока только съел, размазал все по тарелке. Вот так. Балуются. Мальчик. Так, мы выбрали фены. Короче, смотрела разные. Покажу вам потом. Что-то пока я выбираю, у меня нет возможности показывать все. Таня тут чуть-чуть снимает со стороны. Так, а мы сейчас ледокол заказали. Так, девочки, из того, что в наличии здесь не такой большой выбор был, вот такой вот я хочу себе блендер, да. И, в общем, остановилась на вот этой модельке. Ну, потому что мне ее посоветовали сразу, да. У меня 50% бонусов. И я подумала, я не буду мелочиться как-то там, да, и выбирать что-то подешевле. А сразу, опа, стекло, тяжелое стекло такое. Кстати, а здесь он фиксирует или нет? А, слушай, фиксируется. Здесь зафиксировано. А мы когда смотрели, он как-то не фиксировал. Сейчас я спрошу у продавца. Короче, и лед колет, вот этот лед. Это сразу на мощность большую. Это смузи. Здесь еще можно вот так включать, выключать и регулировать. Такая мощницкая тема. Стекло толстое, короче. Такую тему взяла. Как оно будет работать, я потом сделаю там обзорчик или во влоге где-нибудь покажу. Так, ну и по фенам мы проходились. Я сразу зашла в конец тоже какой-то, чтобы была хорошая цена, большая, да. И начала смотреть. Ну, Babyliss, я знаю, это хорошая фирма у меня. Как бы все, что есть, все работает клево и чинно. Но самое, что я заметила, что вот Babyliss, он самый легкий из всех. Вообще, если мотор тяжелый и классный, мне продавец-консультант сказал, что уже будет, ну, тяжелый. С хорошей мощностью, с хорошим мотором уже будет на порядок тяжелее, чем какие-то недорогие, да, модели фена. Ну, опять же, это все индивидуально. Я захотела какой-нибудь мощный взять. И я даже сравнивала вот с этими, которые 10 тысяч стоят, да, вот это вообще тяжелый. Ну, этот недорогой, да, там вот эти посмотрела все. Но вот этот просто крайне мощный. Вот я его выбрала на доставку. Так, ну и вот саундбары, девочки. Фишечка, смотрите, какая здесь, да. Вот он, саундбар, который я взяла. Та-да-да-дам. Тоже с 50-процентной скидкой. Но сейчас он стоит 46,990. А стоил, девочки, до Нового года он 35 тысяч. Он был со скидкой. И мы рассчитывали, что 35 тысяч он стоит. Мы придем. Еще 50% бонусы. И, короче, там, будет он нам стоить где-то там, сколько там, 15, 15, 17 тысяч, да, за 17 с половиной возьмем. Ну, в итоге мы сейчас пришли, и мы аж растерялись, потому что я помню цену, помню, где стоял этот саундбар, да. Но помню, что цена была не такая. Вот, что она на 10, на 10, на 12 тысяч дороже стала. Ну, не суть, ладно. Мы купили, короче, вышло 23 тысячи. В общем, будем коннектить его тоже на доставку, поэтому он придет не скоро. С собой я забираю только то, что я вам показала. Сегодня будем делать же смузи. Так, крошки мои, я вышла из Зары, и я уже вышла сразу с обновочкой. Смотрите, какая штучка. Я сразу бы просила ее распечатать, потому что у меня сейчас образ, и часто такой образ бывает, когда у меня нет карманов. А у меня телефон, камера и все такое должно быть в руках. Поэтому вот сумка, мало того, что новая коллекция, модная. Еще у меня, смотрите, здесь для камеры, здесь для телефона и для карт. И цвет, там все дела, короче. И Деньке купила костюм из новой коллекции, тоже дома покажу. Я на него в прошлый раз смотрела в этом горизонте, но решила все-таки взять. Он прям классный, он качественный, и он не будет вот так кошлатиться, как другие, да. И он теплый с начесом, короче, и на рост хороший. А я вам даже Таню не показала-то, ну давай покажу. Не ожидала, не ожидала. Танюша наша вот такая. Ля, у тебя костюм как у меня прям похожий, да? Ты что говорила, да. Смотри, какой он классный. Классный. А, у тебя еще с бриллиантами. Нифига себе, на свидание можно сразу. Круто. Ну покажи, как я, как я одета. Давай. Я сегодня тоже лучок выбирала. Очень классно выглядишь. Мне сегодня прям безумно нравится твой образ. Давай. Вырезаю. Вот так чуть-чуть там придержи, только вот так. Ага. А ты лицо попадает? И ноги. Да, селечка стройняшка. Показывала, чем у меня необычно сейчас лежат волосы. Я прям кольцо и наслаждалась. Водки очень хорошо сегодня выглядят вообще. Все вообще хорошо. Лук подобрала идеально. И это маска, и лосины. И новая сумочка. Ой, носки, носки. А носки вообще? Носки вообще бомба. Я просто смотрю, сначала думала, это сами сапоги такие. Ты ходишь? А я сейчас в Берли, кстати, заказывала. Да? Ужали. А я сначала подумала, что это резинка, она такая, от этих сапог выходит с надписью. Еще думаю, потом поближе просмотрю. А сейчас вижу, что это носки прям. Ну, это круто, круто. Пойдем мои ноги с ними, поднимайся, скорее. Азаровскую сумку, похвастайся, что ты купила. Да, ну, да. Спасибо. Сейчас пойдем за обувью. Спасибо, дорогая. Сейчас мы с Таней, и вот здесь сидим возле этого аппарата. Давно уже мне рекомендуют здесь кофе. Мы попробовали у нее латы, она взяла кокосовое. Я так понимаю, оно кокосовое молоке. И мы никак не можем понять, что за флэт уайт. Мне сейчас кофе нельзя пить уже, потому что поздно. Но флэт уайт я хочу взять просто ради того, что здесь нигде не написано, что это и что там. Короче, сейчас Вася попробуем. Я упомянула, что это молочный коктейль. Ну, как бы мне так кажется. Холодный, да? Или горячий? Блин, холодный или горячий? Ну, тут же вроде как горячие напитки все, американо, все дела. Я хочу, короче, хочу, чтобы это был холодный молочный коктейль. Ладно. А я думаю, что это какой-то напиток молочный, может быть, с чем-то, надеюсь, без кофе, но горячее. Вот. Давай. Типа молочный коктейль горячий. Дэн, что там делается? Что там? Ну, оно горячее. Уже я проиграла. Видишь? Горячее. И уже там не только белое что-то. Да? Не, еще не все, Зай, полное должно быть. Вот теперь белое что-то. Аккуратно, Кисия, не обжигись. Не обожгись. Так, ну, напиток, ёптель-моптель, с кофе, кофе конкретно. Слушай, кажется, да, что прям это эспрессо. Вообще, самое белое, типа, ты видишь? Самое, да, да, флэт-вайт, это, короче, прикинь, очень крепкое, я слышу, ну, эспрессо, зерновой, да? Блин, горький. У тебя был помягче даже. Аккуратно, Зай, горячо. Да, да, да. Тебе нравится? Ну, я допью. Допей. Я хотела кофе, потому что мой вообще какой-то был. Да? А мне твой больше понравился. Может, я возьму тогда это, блин, я... Попробуй кокосовый раф, он намного менее сладкий. Я еще и так и даю. Все, сейчас берем кокосовый раф. Таня говорит, что он прям light-light, и мне вот там кофе, если есть, то минимально, да, вообще. Да, да, да. И она говорит, он менее сладкий. Вот, так что Таня вторую дозу пьет, этот уже покрепче. Кокосовый раф был беспонтовый, там вот что было максимально, это сахар. А раф еще беспонтовый, да? А раф еще легче, да, он такой прям для детей. А вот это прям, знаете, какое-то эспрессо вот с пенкой. Ну, как капучино, только хорошее, с эспрессо. А вы еще смотрите, как мы тут присели, девчонки, вообще. Мы тут, пожалуйста, на свое кафе, напротив, видите? Это наше кафе местное, это такая точка. Наша точка. И что? На точке встречаемся. Слушай, а, кстати, видите, открыли уже общепиты? Вы ели уже эспрессо, да, все? Все открыли, кстати, в Меге все открыли, еда открылась нам. Ну-ка, раф готов. Давай, я тебя подсниму. Как я пью раф. Кто-нибудь видел? Губы, губы, смотрите на ее губы. Утка, утка же, утка. Да, да, моя утонька. Ну, чего? Слушай, мне кажется, кокосовый латый был круче всех. Да? Здесь, да, действительно, как будто меньше сахара, но по крепости кокосовый латый еще менее крепкий. Да. Да. Слушай, что у нас тут дегустанция такая? Хотя, может быть, немного одинаковый, потому что пенка какая-то горьковатая у меня попалась. Может, сам? Ты чувствуешь, как кокосом прям? Он вкусный-вкусный. Да, да, мне кажется, кокосовое молоко. Вкуснее, чем латте, менее сладкий. Да, я повторяю за тобой. Ну, ничего страшного. Не, я не про то, я про то, что мы уже полчаса снимаем влог. Просто дегустанция кофе. Можно отдельное видео сделать. Дегустанция кофе точек. Все-все надо только попробовать. Здесь надо пуфики поставить, а вот здесь барная стойка такая. Видишь, вот. Да, да. Пуфе такое, да. Кафешоп или что? Ну все, напилась, давай. Я тебе еще оставлю. Я сегодня точно не усну. Можешь, сейчас бодришься. Не суббота, а что спать? Да, когда победно выходит. А, я сейчас сегодня в гости еще пойду. Тем более, ты должна бодряком быть. Нормально, сейчас заправлюсь как следует. Зашли в котофей, девочки. Купили Деньки. Наконец-таки нормальная обувь. Кожаная, натуральная кожа. И внутри мех у нас, смотрите. Сейчас покажу так. Я еще покажу потом в покупках на втором канале. Ну, короче, мех внутри. Все натуралочка. И мне что здесь нравится, что здесь с двух сторон, видите, змейки, молнии. Очень удобно. Все, Ань, заходи. Все, девочки, сели в машинку. Едем домой. Какая все-таки. Я думаю, что пикает. Все пристегнуты. Да и меня пристегнуты, я пристегнута. А это на соседнее кресло. Если кладешь тяжелое что-то, то кресло думает, что там кто-то сидит. Начинает пикать, чтобы я пристегнула. Короче, какая классная сумка. Просто вообще. Я вам, кстати, буду рассказывать про одну очень интересную книгу о том, как «Разреши быть себе богатым» называется. Одна из таких книг, которые я буду вам рекомендовать и скажу почему, поделюсь кое-чем. И как раз-таки я сегодня практиковала этот метод. Особенно, когда ты делаешь шопинг, когда идут какого-либо трата, связанные с деньгами, какие-либо. Включается вот эта методика. Я теперь ее практикую осознанно. То я не осознанно практиковала, да, просто чисто так. А сейчас уже осознанно понимаю, что это работает, что это не просто так. Так что буду делиться с вами скоро. Короче, устали. Таня еще там осталась. Она вам еще снимает видео, там снимает все, как она. А я так, по чу-чуточке, потому что я потом вам в отдельном видео. Мне больше нравится сесть дома уже, достать вещички, которые я покупаю. И вот, ну вот так, да. А она снимает, меряет именно в примерочных, что там. Пока она вроде ничего даже не купила. Но много чего поперемерила на распродажах. Вот, может, кому-то будет интересно посмотреть. Вот, у нее как бы... Они сразу выходят. Она, наверное, уже завтра выложит это видео. Вот, сейчас едем домой. Вот Аня куча приглашений. Может, сегодня к нам придет. Может, в гости поедет. Будет по самочувству смотреть. У нее, короче, три варианта, как можно провести время. В общем, сейчас все решается. И будем смотреть. Может, она и к нам приедет в гости. Вот. А у меня же сегодня уже буду, блин, тестировать. Уже первые смузи сегодня сделаю. Точно. Или в следующих влогах вам уже смузи-то показать. Ну, чтобы интрига была. Интрига, да? А то что, я прям все сегодня и купила, и показала, как работает. Это нужно интригу создавать. Сейчас снимаю. Конечно, выключила музыку, чтобы YouTube не выключил мне звук во всем видео. Ну, вот, смотрите. Я еду, дождик капает. Играет музыка сейчас. Кто знает песню эту. Нравится мне слово «Диабло». Красиво, мягко так звучит, не как на русском. В общем, едем домой. А в дорогу нам дождь. Кстати, я купила краску, да, я купила краску Эстель, да, всеми знакомую, сейчас буду думать, стричься мне, может быть, на завтра получится записаться спонтанно, я бы подстриглась, а потом бы отдельно покрасилась бы. Короче, идем на завершение сегодняшнего дня влога, да, сейчас пройдем домой уже искупаться, девочки, 10 минут 11-го. У нас сегодня очень крайне насыщенно все было, мы так и вкусно ели, я сейчас не придерживаюсь ПП, правильного питания, ну, в плане, вот, знаете, если я захотела есть, я пойду и поем в Макдональдсе, то есть я не парюсь по этому поводу, и на ночь могу, если захочу, что-то жирненького тоже поесть, вот. Вот, и да, потому что я занимаюсь и, в принципе, нормально пока что, не хочу отказывать себе ни в чем. Зашла в зерушное, как всегда, слушайте, ну, надо протереть мне зеркало, постоянно оно залапано, это какой-то ужас, я прям вижу, на черном особенно будет видно. Короче, сумочка мне это очень нравится, вот, просто я безумно довольна и счастлива. Вот так она смотрится сверху тоже очень, и она даже нормально смотрится вместе с тем, что у меня рюкзак еще сзади, то есть спереди эта сумочка. Короче, эта фишка, я так поняла, вместо поясной, помните, была поясная, но сейчас поясная, она уже вообще все менее и менее актуальная, да, и сейчас вот такие сумочки классные, вот эта вот цепочка тоже сейчас, короче, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok